Привет, меня зовут Лера, я уже 4,5 месяца живу в Барселоне, в Испании, и на этом канале рассказываю про жизнь здесь. Это видео будет посвящено мифам, которые жили в моей голове до того, как я сюда переехала и попробовала реально здесь жить. Для чего я это снимаю? Я имела привилегию подготовиться к переезду. Два года я готовилась к переезду в Испанию, и я смотрела весь русскоязычный контент, который только существует в соцсетях. Я смотрела YouTube, я смотрела Instagram. У меня был список предубеждений об Испании, о Барселоне, и в какой-то момент даже я очень критически мыслящий человек, который всё подвергает сомнению, засомневалась в правильности своего решения переехать сюда. То есть, например, друзья, которые живут здесь, и их мнения стали не такими важными, как мнения большинства русскоязычных блогеров. И я подумала, зачем мы туда вообще едем, в эту Испанию, в эту Барселону? У нас нормальная, сытая жизнь в Москве, ну там, да, диктатура, зима, 9 месяцев, ну там ещё хуже, там прям вообще всё плохо. Но потом, когда я сюда приехала, я поняла, что всё-таки соцсети — это такое место, где многое делается ради контента, ради лайков, ради срача в комментариях. И, к сожалению, многие блогеры что-то преувеличивают или преуменьшают как раз, чтобы вывести людей на эти эмоции. Поэтому я поделюсь мифами, которые у меня были о жизни в Барселоне и о том, как я их развеяла. Первый миф касался погоды. С одной стороны, все говорят, что Испания очень солнечная, Барселона, Каталония очень солнечная, это так. С другой стороны, многие жалуются, что здесь невыносимо холодной зимы, по дому все ходят в шапках, в вязаных костюмах, в шерстяных носках, а летом просто невыносимая жара, от которой нужно спасаться в каких-то других регионах или в прохладных горах. Мои комментарии по этому поводу. Мне кажется, ощущение в доме зависит именно от качества самого дома, самой постройки и самой квартиры. Я, например, живу в новом доме, в современной квартире, с хорошими окнами, и у нас вообще не было проблемы холода зимой, хотя я переехала в самый разгар зимы, 15 января, и мы как бы все основные холода переживали здесь. Да, я ходила в теплых каких-то штанишках, из ойша таких с начесом, и в кофте с длинным рукавом, но ни о какой шапке речи, конечно, не шло. Но, честно сказать, я и в Москве люблю уют, и хожу в таких пижамных штанишках дома. Плесени здесь тоже нет, и это, опять же, мне кажется, зависит просто от качества постройки дома. В моей квартире плесени нет, но, например, в моей квартире в Москве на неотапливаемом балконе плесень была. То есть дело вообще не в городе, в котором вы живете, а в доме, в котором вы живете. Дальше. Жалобы на жару мне абсолютно непонятны, потому что, ребята, камон, вы переезжаете в южный прибрежный город, чего вы ждете? Я просто, боже, я упоминаю это в каждом видео. Я из Пятигорска, кто не знает, это юг России, Северный Кавказ, и у нас очень жаркое лето, примерно бывает 50 градусов, стоит неделями, и у нас нет моря, нет никаких водоемов, даже в которых можно охладиться. Летом, правда, жарко, и, ну, честно, ребят, все, что выше плюс 30 городскому человеку уже некомфортно. Но то, что тут, во-первых, мне кажется, в 50, по крайней мере, в Барселоне особо не бывает, по крайней мере, учитывая предыдущие два года, когда я следила за прогнозом погоды, здесь есть возможность охладиться в море, так что в целом два месяца как-нибудь переживем. Мало кто говорит о том, что большую часть года здесь суперкомфортная погода, то есть все вот это время с января по сейчас 2-3 июня, ну, в общем, по май была весна, то есть средняя температура была примерно 20 градусов. Были дожди, да, я читала о том, что в этом году весна аномально прохладная, но в целом жара, она появляется в середине лета, нет какой-то невыносимой погоды. Вот для меня вот такая комфортная весна, когда светит солнце, вечером прохладно, суперкомфортно, об этом мало почему-то говорят, но большую часть года здесь погода просто идеальна. Также я, когда была в отпуске, приезжала в Барселону в конце октября, в конце декабря, и здесь была такая же погода, как вот все это время, что я жила, так что пока делаю предварительные выводы, что здесь жарко только в июле-августе, Но эта жара очевидная, предсказуемая для взрослых, неинфантильных людей, и ее можно пережить, учитывая, что здесь есть море, а также холод в квартире и плесень зависят просто от качества дома. Следующая частая жалоба на Барселону, это бомжи, воры, окупас, криминогенная какая-то обстановка, и у меня было ощущение, что прям я вообще буду привязывать на цепь свой телефон-кошелек, я буду бояться в метро достать телефон, и правда, первый месяц я вообще не пользовалась телефоном в метро, но потом тебя отпускают, и ты понимаешь, что это обычный город, я чувствую себя так же, как в Москве, бомжи, ну честно, это вообще смех, ребята, потому что эти милые бомжи с собачками на Рамбле вообще не сравнятся, например, с московскими бомжами на какой-нибудь Петровско-Разумовской, или с пятигорскими цыганами, которые плюют тебе в еду, когда ты сидишь на веранде, так что я вообще полностью отменяю этот миф, это какой-то бред, бомжи есть, но их очень мало, они очень цивильные, от них вообще не воняет, и они никак не мешают обществу, у нас, например, в скверике иногда ночует мужчина на лавке в спальном мешке, и он тихо себя ведет, сидит, ходит, стирает в соседнюю прачечную, и никаких неудобств нам не доставляет. О проблеме воровства я только слышала, хоть и очень много, но ни у кого из моих знакомых не воровали телефон, за 4,5 месяца я ни разу не была свидетелем воровства в общественных местах, хотя я очень часто куда-то хожу, опять же, я не отрицаю, что здесь это есть, но я думаю, не больше, чем в любом туристическом городе, и в Москве это тоже бывает, давайте честно. Третий очень громкий миф, по крайней мере, про Барселону, это плохой сервис. Я уже говорила об этом в одном из своих предыдущих видео, но лично я с этим не столкнулась, хотя я оформляла документы, ходила в всякие государственные инстанции, организации, я заказывала ремонтников разных домой, нам чинили кондиционер, нам чинили дверь, нам заменяли батарейки во входной двери. И, естественно, я довольно часто хожу в кафе, рестораны, музеи, какие-то такие мероприятия, по магазинам. Я ни разу не сталкивалась с каким-то очень плохим сервисом или просто плохим сервисом, и даже если я с ним столкнусь, это будет скорее исключением, чем правилом, поэтому этот миф я тоже развеиваю. Также есть миф, что здесь говорят только на испанском, и с английским лучше никуда не лезть. Я бы сказала, что это зависит от региона, от города и от человека. Мы выбрали Барселону, зная, что это очень мигрантский город, здесь много экспатов, и здесь в большинстве случаев все говорят на английском. Но если испанцы не говорят на английском, они привыкли к тому, что здесь много приезжих, и они не против поговорить, например, через переводчик. Например, в аптеке, если фармацевт не знает английского, ты просто ему печатаешь, что в гугл-переводчике, гугл-переводчик переводит, фармацевт смотрит перевод и дает, что нужно. Никаких проблем не возникает. Следующий миф это о том, что здесь все дорого, девушки жалуются, что они перестают ходить на бьюти-процедуры, делают все сами дома. Возможно, это от девчонок, которые переезжали из каких-то маленьких городов из регионов, но иногда я вижу это и от девочек, которые переехали из крупных городов, из Петербурга, из Москвы. И мое субъективное мнение, что здесь все стоит так же, как и в Москве, иногда дешевле, например, здесь мой педикюр стоит немножечко дешевле, чем в Москве, но в Москве я ходила в дорогой салон, а здесь каких-то супер прям лакшери дорогих салонов я пока не нашла. Опять же, у меня есть видео про наши расходы ежемесячные, какие-то обязательные расходы, которые есть у каждого человека, типа продукты, какие-то кафе, они стоят точно так же или адекватно в рамках испанских зарплат, то есть здесь нет какого-то оверпрайса. Особенно приятно, что, например, здесь каждое утро все люди сидят в кафе, пьют кофе с каким-то бутербродом, сэндвичем, круассаном, и даже в России я этого не видела, потому что здесь как бы такие базовые продукты более доступны, и каждый уборщик, каждая пенсионерка могут себе позволить кофе с круассаном. Это стоит буквально 3-4 евро. В Москве, честно, за эти деньги я только кофе бы купила, и то не на своем растительном молоке. Так что в целом этот миф я тоже развеиваю. Жизнь здесь не дороже, чем в любом другом крупном городе. Давайте учитывать, что Барселона это все-таки большой город для Испании, и корректно сравнивать его с какими-то крупными городами, типа Питера, Москвы, Самары, но не с какими-то малявками, но не с какими-то маленькими городами. Еще у меня есть топ очень странных претензий, которые я смотрела в каких-то рилсах и запомнила, и они мне кажутся абсолютно дикими. И именно их я имела в виду, когда говорила о том, что некоторые просто хайпуют. Например, отсутствие облепихового чая. Это так странно, да, что в южном испанском городе нет северной российской ягоды? Типа, почему вы решили придумать эту претензию? Это так странно для меня, что люди совершенно не включают какой-то здравый смысл и не понимают особенность какую-то региональную. Еще из забавных мифов было о том, что здесь нет дорогих авторских десертов. Честно, у меня крыша иногда едет от того, как здесь всего много. Веганского, безглютенового, авторского, со звездой Мишлен. Ребята, здесь есть все реально. Какие-то французские авторские пекарни, я их точно уже несколько знаю, мы ходим в одну из них. Мой партнер там ест десерты, круассаны, киши. Поэтому, если вы только переехали, и вы ходили только по двум улицам, и пока не нашли то, что вы любите, или то, что вы хотите, это не значит, что пора про это снимать рилс, о том, что здесь этого нет. Еще из прикольных претензий, которые я видела в последнее время, это отсутствие салфеток в кафе. Честно, тут я вообще выпала, я почти каждый день хожу в какое-то кафе, хотя бы даже просто за кофе. Всегда есть салфетки, поэтому не переживайте, переезжайте в Барселону. Здесь есть салфетки, есть десерты, здесь классные люди, комфортный климат. В общем, надеюсь, я вас немножечко успокоила, и это видео было для вас полезным. Увидимся в следующих видео.